В 1909 году литератор и поэт Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал в газете Фигаро «Манифест футуризма». Это событие стало началом нового течения в искусстве. Футуризм оказал большое влияние на развитие авангарда и на восприятие искусства вообще. Человек перестал быть мерой всего, и в центре внимания художников и поэтов оказалась современная реальность с техникой, электричеством и нарастающей скоростью жизни. В Россию футуризм пришел примерно в то же время. Будетляние, то есть русские футуристы, выпустили свое первое собрание сочинений уже в 1910 году, тогда же, когда появился «Манифест Маринетти». Итальянский футуризм стал главным источником вдохновения для русских деятелей искусства. Они узнавали о культурной жизни итальянцев из журнала «Аполлон», где подробно описывалось становление и развитие футуризма в Италии. Как и многое другое, футуризм в России позаимствовал основную идею у Запада, но в итоге обрел совершенно иную форму. Так, итальянский футуризм был сильно политизирован, а русские футуристы, за исключением Маяковского, были далеки от политики, их больше занимали эксперименты со стилем. Также для итальянского футуризма, в отличие от русского, было характерно преклонение перетехникой и другими достижениями цивилизации. Для русского сознания футуризм стал символом кризиса эпохи. Совсем скоро русский авангард его пережил и вылился в новые формы искусства. Кубизм, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм.